МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. Глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в совещании с руководителями субъектов, которые провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. Премьер-министр России отметил, что эта важная тема находится в зоне особого внимания членов правительства и депутатов Государственной Думы и, естественно, региональных властей. Совещания с членами правительства и руководителями регионов проводились неоднократно. Некоторые губернаторы просили смягчить условия предоставления бюджетных кредитов. Постановление правительства на эту тему было подписано. Сейчас в работе находится еще несколько документов. Правительство намерено в дальнейшем расширять меры поддержки. Мы последовательно замещаем коммерческие кредиты менее обременительными бюджетными кредитами. Выделяем для этого значительные средства, несмотря на сложный бюджет. В этом году объем бюджетных кредитов увеличен вдвое по сравнению с запланированным, как известно, до 310 миллиардов. Такой же объем государственной поддержки мы планируем сохранить и на следующий год. Еще хотел бы сказать о том, что проведена реструктуризация задолженности по дорожным кредитам. Расходы регионов на погашение уменьшены почти на 52 миллиарда рублей. В-третьих, о чем также хотел бы сказать, более 800 миллиардов рублей региональные бюджеты получили в рамках краткосрочного кредитования, то есть кредитования на срок до 30 дней по линии федерального казначейства. Это 837 миллиардов рублей. По просьбе губернаторов мы готовим решение о продлении вот этих коротких бюджетных кредитов на срок до 50 дней, просто чтобы они, так сказать, были более удобными в использовании. Все эти шаги, они, конечно, радикально ситуацию не изменили, но свою отдачу дают. За период по октябрь месяца этого года региональный долг по коммерческим кредитам и по соответствующим ценным бумагам сократился на 85 миллиардов рублей, то есть почти на 7%. На совещании было отмечено, что регионам необходимо осторожнее относиться к новым заимствованиям, не допускать задолженности сверхэкономически безопасного уровня и эффективно работать с расходной частью бюджета. Сегодня в Нижнем Новгороде проходит встреча полпреда президента России в Привозском федеральном округе Михаила Бабича с представителями средств массовой информации. Речь идет об итогах работы аппарата полномочного представителя президента РФПФО в уходящем году, актуальных проблемах региона, планах на будущий год. А уже завтра полпред президента приедет в Чебоксары, в столице Чувашии. Руководители субъектов РФПФО будут говорить об импортозамещении программ переселения граждан из аварийного жилья. В Нижнем Новгороде завершился всероссийский конкурс телевизионного мастерства ТЭФИ-2015. Лучшей документальной лентой жюри признала фильм творческой группы, в состав которой вошел начальник службы телеоператоров нашего телеканала Андрей Спиридонов, специальный корреспондент ГТРК Чуваша Валентина Поливцева и президент фонда «С чего начинается Родина» Виталий Баев. Церемонию вручения главной награды ТЭФИ статуэтки Орфея не уступало Оскару и по накалу эмоций, и по количеству звездных участников. О том, что фильм «Отсюда к родному дому» вышел в финал престижного конкурса, его авторы узнали две недели назад, и все это время обе телерадиокомпании болели за коллег. Орфей нечастый гость в Чувашии за всю историю телевидения республики – это вторая награда. Это будет стимулом для поднятия престижа нашей профессии, стимулом для молодых, чтобы они поверили в себя и знали, что в этой жизни все возможно, и завтра они могут поехать за этой наградой. Работа над фильмом не только объединила профессиональное телевизионное сообщество Чувашии, но и воскресила старые связи. Идею документальной ленты о союзе советских граждан в Бельгии подсказал бывший помощник депутата Госдумы Александр Разумов. И фильм стал первым проектом фонда «С чего начинается Родина». Есть фильмы, можно пересчитать по пальцам, которые не доходят до зрителя в силу конъюнктурных каких-то обстоятельств. И опять же, сегодня все считается на деньги, и никто не думает о смыслах, которые изначально заложены в человеке. Это любовь, мир, дружба, труд. Кстати, после фильма о бельгийских бабушках, как его называют авторы, было снято еще две ленты о героине крымского подполя нашей землячки Зои Яковлевой, о Чапаевской дивизии. Сейчас коллеги вынашивают новые идеи, которыми и поделились с вице-премьером Аллой Салаевой. У меня есть мечта. Я хочу снять кино. Хорошее кино о Чувашии. Люди у нас не очень знают вообще историю своей республики. И мне хочется снять отличный фильм с привлечением звездных актеров, хороших актеров российского уровня, о великой истории Чувашского народа. Я думаю, вот тогда я выполню свой долг перед моим народом. Каким получится новое кино, мы обязательно узнаем. Но уже сейчас можно предположить, что оно будет также наполнено любовью к своей родине и ее героям, как и фильм «Отсюда к родному дому». Архей лучше этому подтверждения. Тема общественного контроля была одной из самых популярных и обсуждаемых в парламентских кругах разного уровня в минувшем году. Не теряет она своей актуальности и сегодня. Депутаты госсовета Чувашии в первом чтении приняли документ, расширяющий полномочия общественности во взаимодействии с органами власти и должностными лицами. О том, насколько важен законопроект для общественности региона и его реализации, на практике рассказал член общественной палаты Чувашии Анатолий Князев. Закон достаточно ожидаемый и, я думаю, он внесет определенный порядок в деятельность общественных объединений, общественных организаций в части общественного контроля. В этом законопроекте предполагается, во-первых, что будут формироваться общественные советы при различных государственных органах с участием причем общественной палаты Чувашской республики. Сегодня в 80 регионах страны стартовала апробация всероссийских проверочных работ для учеников начальной школы. Ожидается, что в ней примут участие 750 тысяч четвероклассников. В Чувашии для участия в апробации отобрано 28 школ, по одной в каждом муниципалитете и три в столице республики. Всероссийские проверочные работы не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне и должны дать представление о том, как дети усваивают программу начальной школы, на что необходимо обратить внимание с точки зрения продолжения образования. Апробация пройдет в три этапа. 1 и 3 декабря – диктанты основы системы русского литературного языка, 8 декабря – математика. Всего участникам предстоит выполнить 16 заданий по русскому языку и 12 заданий по математике. Учебниками, рабочими цитрадями, справочниками, по грамматике, орфографическими словарями, калькуляторами пользоваться нельзя, а вот выполнять задания сначала на черновике можно. Правда, оцениваться черновики не будут. Результаты проверочных работ на итоговые оценки за четверть и полугодие не повлияют. Кстати, в свое время похожие испытания в школах проводились. Они назывались Рановскими или Горановскими контрольными. Год назад братья-близнецы из Маргаушского района, Артем и Антон Барановы, должны были пойти служить в Кремлевский полк. Но в силу обстоятельств не получилось. Воинский долг они выполняли в Севастополе и недавно вернулись домой. С ними встретилась наша съемочная группа. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Про таких, как Артем и Антон Барановы, пела популярная в 90-х группа комбинация. Позади год службы в морской пехоте, впереди учеба в Чувашской сельскохозяйственной академии и все радости молодой жизни на гражданке. Расстраивались, что не попали в Кремлевский полк молодые люди недолго. Спортивное прошлое, они занимались лыжными гонками. И здоровье позволило стать морскими пехотинцами. К тому же во флоте в Севастополе в свое время служили их дед и отец. Из армии братья привезли нагрудные знаки. За дальний поход, воин-спортсмен, запрыжок с парашютом и самое ценное – копию знамени 810-й отдельной бригады морской пехоты. Когда службы проходили, у нас появилось много друзей очень по всей России. Это с Ростова, с Москвы, с Чебоксар тоже есть, с Севастополя. Вот наши друзья оставили нам пожелания на флаге. Антон и Артем смогли попасть в десантно-штурмовую роту и затем на 4 месяца в служебную командировку в Турцию на границу с Сирией. И это стало испытанием уже для их родителей. Сначала, конечно, мы переживали, что попали в Севастополь, потому что как раз поменялся Россия и Украина. Встретили мы их, год прошел, и они жив-здорово вернулись домой. Кроме Артема и Антона в семье еще трое детей – девочки. Но когда появятся внуки, родители решили, уже по традиции будут готовить к службе на флоте. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика. О расширении Чувашского интернета, о прошлом наших предков, истории и мифах говорили на седании Совета по развитию гуманитарной науки. За последние 15 лет Чувашский государственный институт гуманитарных наук провел немало исследований. Они касались вопросов национальных отношений, проблем формирования правового сознания молодежи, сохранения и развития языка. Исследования дают оценку ситуации в целом, помогают найти бреши в действующих программах и проектах, связанных с социальной политикой, предлагают пути решения. На заседании особое внимание уделили вопросу внедрения Чувашского языка в социальные сети. Ведь родной язык – один из важнейших аспектов сохранения национальной культуры в современном мире. Помимо реального мира в нашем сознании присутствует и всеохватывающий мир интернета. Есть мнение, что через некоторое время виртуальный мир станет полновластным хозяином нашего культурного сознания. Для того, чтобы продвигать наши чувашеведческие, общественно-политические, культурно-исторические ценности, нам необходимо решительнее присутствовать в этом пространстве. Еще один важный вопрос – создание учебно-методического комплекса по истории Чувашии. Имеющиеся учебные пособия и материалы уже устарели. Хотя история наука о прошлом, но практически каждый день ученые сообщают обществу новые факты и подробности исторического прошлого нашего народа. В 2014 году Михаил Игнатьев издал специальный указ по этому поводу. Грант на разработку концепции выиграл Институт гуманитарных наук. Но работало в этом проекте все научное сообщество республики. Сегодня на совете концепция была утверждена. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Глина и гончарный круг. Казалось бы, что может быть проще? Михаилу и Ольге Садовниковым удалось взглянуть по-новому на привычные вещи. Наши корреспонденты побывали на персональной выставке «Русская амфора» и узнали, как выглядит гончарное дело в 21 веке. Специалисты так и не установили, когда появилось первое глиняное изделие. Ясно одно, что посуду из этого природного материала делали еще в древности. Но сегодня пластик, стекло и металл вытеснили глину. Изначально художники Гончары Михаил и Ольга разыгрывали новую пьесу, решив вернуть популярность «Русской амфоре». В итоге появился проект под названием «Круговорот». Мне, так скажем, повезло. Я все время находилась в мастерской, где Миша работал. И очень часто, когда мы видим готовое произведение на выставке и так далее, то оно бывает состоится, бывает меньше-больше, но сам процесс очень интересен. И иногда какая-то стадия работы, она бывает лучше, чем итоговый результат. И поэтому как-то захотелось показать именно, как это происходит, сам процесс, красоту, то, что позволяет делать гончарный круг и глина. Рассматривая произведение, они сразу понимают, что это обыкновенный гончарный круг и простая глина. По сути, это так легко, то есть просто брать, размазывать, грубо говоря, эту глину по кругу, но одновременно ты понимаешь, насколько это новое слово в искусстве. Плавные линии, спирали, завитки, произведения получаются необыкновенные и даже завораживающие. Круговорот по большей части проект Ольги, а Михаил же работал над созданием крынок. У него особый почерк и цвет и форма отличаются от классической модели. Когда я наблюдала, как Михаил делает свои изделия, я такая сижу, ой, я тоже так хочу, я тоже так хочу. Пыталась это сделать, не получалось. Думаю, ну ладно, в следующий раз получится. И вот я недавно сгончарила свой первый горшочек маленький. С момента открытия выставки и до ее завершения экспонаты будут меняться. Почти каждый день Ольга и Михаил рассказывают новые истории, созданные на гончарном круге. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Это все новости к этому часу. Итоги дня вечернем выпуске программы Республика. Она выйдет в эфир в 20 часов. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин